Физкульт привет! В эфире Спорт на Дону, с вами Роман Саганов. Сегодня у нас, можно сказать, необычная программа, потому что мы так плавно переместились с берегов Дона на берега Волги. А все потому, что в городе Тольятти Самарской области состоится суперкубок России по гонболу. Тольяттинская Лада будет принимать наших донских красавиц из гонбольного клуба Ростов-Дон. Давайте немножечко окунемся чуть-чуть назад в прошлое и узнаем, как же команды готовились к предстоящему сезону. Обе команды в нынешнем межсезонье провели полноценную подготовку. Физические нагрузки чередовались с контрольными матчами. Не спал и селекционный отдел команд. Много шума на трансферном рынке наделал, конечно же, действующий чемпион и обладатель Кубка России. Самым ярким намечком стала вратарь Катрин Лунды. Двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная победительница Лиги чемпионов подписала двухлетний контракт с клубом. Кроме того, лидер сборной Испании Макарена Агилар и вратарь сборной России Анна Седойкина. Внушительный список, не правда ли? Не скромничали ростовчанки и на сборах. Команда оттачивала свое мастерство на родной земле, а также в Румынии и Македонии. Участие в двух престижных европейских турнирах. Да и соперники под стать. Черногорская будучность, македонский вардер. Неплохая разминка перед Лигой чемпионов. Грозный Ростов-Дон в этом сезоне намерен наделать много шума не только в национальном чемпионате, но и на турнире Старого Света. Вообще-то надо отметить, что Ростов-Дон посвятил предсезонку спаррингам против сильнейших клубов Европы. В отличие, скажем, от Лады, которая в Чехии разминалась на малоизвестных местных клубах. Да и на турнире в Германии среди соперников команды Ливона Копяна не было признанных грандов Старого Света. Амбициозный Ольденбург, неоднократный призер Бундеслиги Бухста Худер, крепкий норвежский биосцен. Были выбраны, чтобы вице-чемпионки России почувствовали вкус побед. Вышли на первый официальный матч уверенными в собственных силах. Разница в подходах к выбору спарринг-партнеров вполне объяснима. В распоряжении Яна Лесли находятся уже сформировавшиеся исполнители. Игры с грандами позволят ему лучше разобраться с возможностями подопечных. У Ливона Копяна, напротив, состав наполовину состоит из совсем молодых гонболисток, которых еще предстоит обучить премудростям игры. Не зря наставник Лады смело экспериментирует с амплуа своих подопечных. Фланговых игроков ставят в розыгрыш, центральных – на край и в линию. В прошлом сезоне Ростов дважды огорчил Ладу – в чемпионате страны и в национальном кубке. Так что в матче за Суперкубок России нас ждет битва титанов. Битва двух извечных соперников в российском гонболе обещает быть жаркой. Обе команды не хотят уступать. Знаете, так немного охота рассказать про город Тольятти. Тольятти – молодой, быстро развивающийся город. Очень, кстати, спортивный город. Нам удалось немного погулять по широким проспектам, по красивым улицам Тольятти. И сделаю вид, что мне очень понравилось это. Знаете еще то, что спортивный город? В Тольятти очень много спортивных клубов. И, что интересно, все они называются «Лада». Это, например, футбольный клуб «Лада», хоккейный клуб «Лада» и гонбольный клуб «Лада». Болельщики пока собираются перед входом на стадион, потому что поддержка будет сегодня у команд оглушительная. Не только потому, что много придет тольяттинских поклонников. Так что приехали приличное большое количество и ростовских поклонников гонбола. Ну, что-то я переключился все на волжский спорт. Давайте немного вернемся на берега нашего Дона и вспомним о событиях Донской столицы. В частности, поговорим о тэквондо и о футболе. Правду говорят, красота – страшная сила. Трудно представить, что эта симпатичная и хрупкая девушка одним легким ударом отправляет в нокаут соперников. Елизавета Андрияненко – серебряный призер мирового первенства по тэквондо. В южнокорейском городе Муджу донская спортсменка провела 4 сложнейших поединка и лишь в одном потерпела поражение. Непреодолимым барьером для ростовчанки стал финальный бой весовой категории до 47 килограммов с француженкой. Когда там была, я волновалась сильно. Когда домой приехала, думаю, через что я прошла, все тяжело было. Ну, круто. Самый серьезный запоминающийся бой? Наверное, бой за медаль с корианкой был. Трудный очень. Почему? Ну, потому что волновалась. Вдруг, опять места не займу, медали не будет. Спортсменка не оглядывается назад. Первенство мира уже в прошлом. Впереди другие турниры и чемпионаты. А значит, тренировки и еще раз тренировки. Учитель и наставник донских тэквондистов Артур Хан одинаково требователен ко всем своим воспитанникам. Лиза тренируется наравне с мальчишками. И никаких поблажек. На соревнованиях тренер и мать, и отец. Может похвалить, а может и крепким словцом одарить. Тренер переживает тогда, когда он не находится в глухе событий. Вот лично по себе могу сказать, было очень тяжело, когда Денис выступал на первенстве Европы. У меня не получилось сюда полететь. Это было в городе Сразбург, во Франции. Очень сильно переживал. А вот в данный момент, допустим, когда на первенстве мира находился во время в поединке, там уже эмоции отключаются. Ты просто следуешь процессу, пытаешься какие-то ошибки убрать, что получается, подсказываешь, настраиваешь его работу, и волнения, оно просто отсутствует. Еще один представитель Ростовской спортшколы номер 6, Денис Лантратов, на мировом первенстве выступил блестяще. В весовой категории до 45 килограммов, 5 поединков, 5 побед, 4 из которых досрочные. Безоговорочный чемпион. Вот что значит сильный удар и железные нервы. На соревнованиях тоже так же? Да. Что запомнилось? Ну, город запомнился. Очень хорошее соревнование. Что о соперниках своих можешь сказать? Чем-то удивили, может, разочаровали? Соперники были очень сильно подготовлены. С ними было очень сложно. Если подвести итоги выступления ростовчан, то их можно назвать успешными. Два спортсмена, две медали. Конечно, я в ребят верил, но, как сказать, это довольно-таки высокий уровень, и много сильных спортсменов, которых я лично знаю. Они слетели кто в первом круге, кто во втором. Могло сочетаться все, что угодно, поэтому я доволен очень результатом. После небольшого отдыха ребята вновь с головой окунулись в тренировки. Сейчас спортсмены готовятся к международному турниру по тэквондо, который в октябре этого года пройдет в Ростове-на-Дону. А значит, на родной земле они обязаны побеждать. Ростовские армейцы в рангах чемпионата России принимают на своем поле лидера дивизиона «Юг» футбольный клуб «Спартак Нальчик». Начинают встречу команды не очень активно. Вязкая борьба без больших скоростей. Гости изредка совершают неопасные вылазки на половину поля ростовчан. Хозяева контролируют центр поля. Седьмая минута. На первый взгляд, казалось бы, безобидная ситуация. Прострел в штрафную гостей. Вячеслав Боков, воспользовавшись ошибкой голкипера «Спартака», вколачивает мяч в сетку. 1-0. Пропустив гол, «Спартаковцы» бросаются в атаку. И на 15-й минуте это приносит свои плоды. Ничья 1-1. До перерыва гости, окрыленные успехом, забивают второй мяч в ворота Иннокентия Колесова. Во втором тайме более опытный соперник продолжает терзать оборону армейцев. Дружина Михаила Куприянова как может сдерживать натиск. Свободный удар у хозяйской штрафной приводит к третьему мячу. «Спартаковец» сильно пробивает в стенку и мяч парашютом, сменив траекторию, влетает в ворота. До финального свистка команды обмениваются острыми атаками, но цифры на табло не меняются. Итог матча – поражение с кассой с счетом 1-3. Мы старались, у меня ребятам по отношению к работе, по самодаче у меня претензий нет. Но, в общем-то, сегодня было явно видно, кто решает задачи команды, а кто в стадии становления. Соответственно, и результат из этого. В следующем туре нас ожидает Донской дерби. 14 сентября в Новочеркасске ростовские армейцы померяются силами с местным коллективом «МИТОС». Затянул немного я свою речь, я не буду томить вас больше ожиданиями. И давайте узнаем, как же состоялась игра двух извечных соперников – гонбольного клуба «Лада» и гонбольного клуба «Ростов-Дон». В первое воскресенье осени на берега Средней Волги неожиданно вернулось лето со всеми его радужными проявлениями. А под своды «Олимпа», трибуны которого едва вместили всех желающих насладиться ярким зрелищем, возвратился его величество большой гонбол. Да какой! Такого паломничества высокопоставленных господ на игре в ручной мяч Тольятти в своей истории еще не знал. Матч открытия очередного гонбольного марафона, в котором разыгрывается первый в сезоне почетный трофей между двумя сильнейшими коллективами страны, привлек просто чудовищный по меркам «Автограда» интерес. Пожалуй, даже финалы Еврокубка, включая Лигу чемпионов, не испытывали такого ажиотажа, как это произошло на домашней арене «Тольяттинской «Лады» сейчас. Оно и понятно. Не только команды, но и болельщик соскучился по любимой игре. Поддержать ростовчанок в Тольятти приехали и первые лица Дона. Обе команды заметно обновились нынешним летом, и поэтому горели желанием показать своим преданным поклонникам новые тонкости игры. Много новых игроков – это плюс. Есть к чему стремиться, есть конкуренция. Соответственно, игроки топовые, я считаю, они очень хорошие. И уже были турниры, на которых они сыгрывались, и уже, в принципе, показали игру. И очень хорошую игру. Я думаю, что с каждой игрой они будут только прибавлять. Скажем сразу, что поддержать любимую команду, на берега Волги высадился внушительный десант ростовских болельщиков. В течение всей игры наша шумная торсида где-то даже перекрикивала местных болельщиков. Ростов на ногу! При оглушительной поддержке донской механизм заработал, как швейцарские часы. Лада же на первых минутах забуксовала. После первых пяти минут игры гости ведут 2-0. Дальше еще больше. Хозяйки всеми силами пытаются удержать Екатерину Ильину. Но экс Тольятенко, поймав кураж, недосягаемо для соперниц. На этой площадке я проиграла очень долго. И это все-таки для меня родные стены. И мне так же здесь приятно играть, как и в Ростове. На последнем рубеже феерит Катрин Лунды. В первые 10 минут матча она позволяет хозяйкам лишь один раз с игры поразить свои ворота. Одно лишь присутствие двукратной олимпийской чемпионки наводит ужас на игроков Лады. Очень плохо сыграла Гаранина, Акапиан, Близнова, Дмитриева. Лучший игрок была Карпачева, которая вообще в запасе. К сожалению, не только атака становится головной болью Ливона Акапиана. Центр защиты Лады – это вообще проходной двор. Именно оттуда чемпионки России поражают ворота Ерохиной, которая к огорчению для местных болельщиков не выручает. На перерыв команды уходят при счете 17-8 в пользу гостей. Во втором тайме рисунок игры не меняется. Ростов наращивает обороты. Лада медленно катится в пропасть. Пушечными выстрелами по вражеским воротам развлекается Ксения Макеева. Рвет оборону гостей неугомонная Екатерина Ильина. Избиение тольятинской команды продолжилось бы и дальше, если бы не отведенное время матча. Финальная сирена фиксирует цифры на табло. 21-17. Победа донских красавиц. Но я думаю, что мы победили игру в защите и при атаке. Мы знали, что Лада была лучше в этих моментах в течение сезона. Я думаю, что сейчас мы показали, что у нас команда стала лучше, чем за прошлый год. И вот он заветный суперкубок из рук вице-премьера правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина. Есть первый трофей в новом сезоне. Не за горами уже национальный чемпионат. Стартует ростовчанки выездным матчем против коллектива «Уфа Алиса». Ура! Али, уп! Вот что значит волшебная сила телевидения. В один миг мы переместились с берегов Волги на берега Дона. Ростов встретил нас в красивой, теплой осенней погоде. Знаете, дорогие друзья, я немного вам, знаете, сочувствую, наверное, потому что вы не смогли увидеть воочию этот прекрасный матч. Так называемая битва за суперкубок. Наши девчонки продемонстрировали и показали все, на что они способны. Донские красавицы поразили также и тольяттинскую публику. Особо хочется отметить о нашем вратаре Катрине Лунде, которая продемонстрировала, опять же, все свое мастерство, прекрасно сыграла ворота. Да что там лукавить? Все наши девушки просто блестяще провели этот матч. Порадовали и их тольяттинских поклонников, и, естественно, своих поклонников. Впереди у команды длинный сезон, Лига чемпионов, опять же, битва за Кубок России. Мы пожелаем нашим девчонкам прекрасно выступить, побольше радовать нас красивыми победами, а мы, в свою очередь, будем транслировать, показывать и рассказывать о всех ваших победах. На этом у меня сегодня все. Я желаю вам здоровья, удачи. Болейте на здоровье и смотрите программу «Спорт на Дону». Пока-пока.